Сейчас, при автор этой книжки, сегодня презентация. Эту книгу написал мой друг, очень хороший приятель, Сергей Иванов. Это автор вообще уникального совершенно метода. Это образное, узорное письмо. Глядя на эту картину, человек может увидеть здесь не просто узор, а прочитать смысл того, что здесь изображено. Это может быть все что угодно, может быть просто одно слово, имя чье-то. Но без подготовки это мало у кого получается. Замечательная книжка вышла. Сегодня автор придет сюда. И я надеюсь, что вы сможете ее приобрести и с автографом. Ну ладно. Значит, по поводу вот этих вот исторических археологических шуток. Они действительно встречаются на каждом шагу. И последняя, она просто очень свежая. Она была вот буквально, ну не на днях, 27 сентября. Опять знаменитая наша, любимая мною газета PostMS, эстонская газета. Она есть русскоязычный вариант. Можете найти сайт postms.ru. И там все на русском языке. Можете смотреть все новости об Эстонии. Это очень, ну просто чудесно. Так вот, те ученые, которые переводили древнеславянские тексты, я называю их славянского замеса. Ну, фанаты не в самом лучшем смысле этого слова. Ну, такие же есть и в Эстонии. Есть ученые от эстонского замеса. Смотрите, что получается. Им очень-очень хочется доказать всему миру, какие они отважные викинги. Если даже не они сами, то их предки были обязательно отважными викингами. От упоминания которых славяне падали в обморок. А древние римляне вообще просто качали жизнь самоубийцами. 27 сентября вышло сообщение, которое гласит, цитирую газету PostMS. В конце прошлого года на побережье Северной Эстонии было обнаружено две археологические находки, содержавшие около ста фрагментов викингских, цитирую, как есть, без купю, викингских мечей, в том числе редких для этого региона типов. Поздней осенью прошлого года, то есть 18-го, на побережье Северной Эстонии, на территории древнего уезда Равала, были обнаружены две расположенные поблизости находки. Археолог и хранитель коллекции нумизматики научного собрания археологии Таллинского университета, Маури Куицоу, сказал, что расположенные всего 80 километров друг от друга находки относятся к середине 10-го века. Большой вероятностью являются кенотафами, отграбными памятниками людям, похороненным в другом месте. Вот. Смотрим на древние мечи викингов. Молотки. Молотки. Молоток. Все правильно. Слушайте, древние молотки. Вот как можно было, вот какую фантазию надо было иметь, чтобы в этом разглядеть древние мечи викингов 10-го века. Какой 10-й век? Это в лучшем случае конец 19-го века. А на самом деле, скорее всего, это 20-й век. Это металлические, да? Металлические болванки, заготовки для так называемого тесала. Тесала – это инструмент каменотеса. У меня мой отец, он таким сам пользовался, потому что в городке, где он живет после войны, просто налог такой, таким образом налогообложение было устроено. Каждый житель должен был построить там в год, там несколько метров брусчатки. То есть, мастамуд. Вот тогда камушки подгоняют друг к другу, укладывают, и чтобы не грязь была, чтобы телеги не грязь смесили, а ездили по камням. Ну, как во всех прибалтийских городах. Вот это тесло, или тесала, вот это и нашли эстонские археологи. Но, они же поколение новое, молодое. Они уже не знают, что это за предмет такой, с ручкой. А мы-то помним еще, что им мясо крутят. Ну, не только мясо. Ну, что ж, обыкновенную ручную мясорубку, он сейчас мало кто может идентифицировать. Вот наши молодые сегодня участники нашего собрания, они уже родились в эпоху, когда у всех были мобильные телефоны. Они уже не знают, что масса вещей, которые для нас привычны уже, что они вообще, для чего они были созданы. Вот так и этот молодой ученый из Сталинского университета никогда не видел инструмента каменотеса. И сделают, ну, самое смешное, что его никто не поправил из старших товарищей. Неужели не нашлось ни одного здравомыслящего человека, которому поправил, что это никакие, не мечи викингов, что-то обычные, молодцы, все. Ну, заготовки для них. То есть их, видимо, изготавливали где-то, какой-то мастерской, не доделали, где-то что-то уронили, засыпало чем-то, и все. Они так и остались лежать, их сейчас нашли. Подобных историй можно приводить еще и несметное количество. А там есть и там были, и по центру? Нет, нет, это были заготовки. Это были только заготовки. Вот они. Они очень хорошо идентифицируются. Не надо выдумывать ничего. Это не запчасти от инопланетных тарелок летающих. Ну, в общем, для чего все это я рассказывал? Получается, что четко по пунктам можно сказать, что мы можем использовать для восстановления истины, для правды, чтобы узнать самостоятельно, не прибегая к помощи сумасшедших толкователей истории, которые нам рассказывают про какие-то ливонские хроники, про какого-то генри латвийского или латышского, его так называют, потому что это якобы монах, который служил в ордене меченосцев, или в ливонском ордене, он писал там какие-то летописи. Помилуй Бог. Какой генри, какой латышский, не было никакой Латвии. Не было. Была Ливония, была Лифляндия. Она не совпадала с границами сегодняшней Прибалтийской республики. Лифляндия была частично на территории нынешней Латвии, частично на территории нынешней Эстонии. Ну, где-то местами заходила на территорию современной Псковского, Ленинградского. Только так. Иначе никак не может. Какой латвийский? А на самом деле его звали даже не Генри. Его имя, если я в оригинале читаю, в старых записях, его имя Индрик. А прозвище Летский. То есть, если кто-то знает, что такое, или кто такой Индрик, должен, наверное, сразу сообразить, что это герой древней славянской мифологии. Индрик, зверь, согласно знаниям, так скажем, мировоззрению наших предков, которых сейчас мы славянами называем, ну, или русских, это житель подземного царства, подданный чернозмея, или чернобога, который, когда начинал по земле ворочиться, на земле дома тряслись, деревья качали. Вот это Индрик. Индрик, зверь. Вот этим именем звали вот этого якобы монаха-христианина. То есть, допустим, у нас слишком странные понятия о древних этих орденах крестоносцев. Если бы у них были такие имена, такие фамилии. Вот. То есть, все переворачивается с ног на голову и так, как им нужно. Вот, чтобы нам не слушать вот эти толкования про всяких там генриков якобы, нужно обращаться к таким вещам, как этнография, которая отвечает на массу вопросов, это вот календари, это горное дело, почвоведение и археология. Список, конечно, не полный, потому что для того, чтобы успешно заниматься реконструкцией истории, конечно же, необходимо вникать такие вещи, как геодезия, картография, гидрология. Вот, кстати говоря, по поводу Эстонии у меня появилась очень хорошая знакомая, она сейчас живет в Канаде, правда, но она бывший инженер гидролог. И она мне по старой памяти, прихватив свое бывшее место работы, прислала несколько планов именно гидрографических, где очень четко определяются места древних рек, прото, рек так называемых. Ну, что у нас геология грешит очень датировками, очень у нас геологи обожают миллионы лет, эпохи всякие, сотни тысяч лет, миллиарды лет, и так далее. Ну, вот эта вот женщина из Канады мне написала, она вполне разумная, она сказала, только не обращай внимания на эти все датировки, эти все периоды геологические. Главное, что вот смотри, это все совпадает. Теперь не нужны какие-то схемы и карты для служебного пользования. Для этого достаточно иметь просто компьютер и выход в интернет. Все это можно найти легко, в том числе и на новинных приоритетных картах, которые сейчас позволяют очень хорошо судить о месте того, что мы пытаемся расследовать. итак, город Фельден якобы основан в 13 веке 1221 по-моему год, но не столь важен, главное, что это та самая эпоха, когда на Руси у нас монголо-татарское имя, а отважные эстонцы ну они там уже просвещенные, они уже совершенно европейские. Построили город Фельден. Почему Фельден? Выясняется странная вещь. Оказывается, нигде не существует ни одного слова, которое объясняло происхождение этого Топунина. Самое близкое слово во всех словарях к Фельдену это Федерико Феллини. Больше ничего не находится. Фельден это уже на втором месте. То есть первое, что по запросу выходит это именно Феллини. Гениальный мастер, кинорежиссер, который снял. Он родился в этом городе, наверное. Нет. А Марк Корт и 8,5 это все его произведения. Ну в общем Феллина нету никакого. Причем мы знаем, что в русском языке буквы Ф никогда не было. Она появилась как вынужденная мера, когда уностранные слова какие-то заимствованные пришлые приходилось писать по-русски. А как писать? Ну вот появилась буква фита. Ну вот вы уже заметили правильно, что конструкция слова очень исходная со словом Таллин. Ясно, что Феллин это примерно из той же серии. Но откуда же она взялась? Мы смотрим карту это у нас сейчас скажу какая карта это у нас фрагмент карты Абрахама Артелиуса 1584 года и здесь мы то есть 16 век конечно 16 век никакого Феллина не видим тем более Вильниди мы тоже не видим значит наши сомнения в том что крепость была основана в 13 веке они не безосновательны потому что если самая крупная крепость Эстонии или вообще даже Прибалтики там после Риги Рига больше она должна быть на картах получается та же история что и с нашей великой Киевской Русью кавычков конечно Киевской Русь потому что в 16 веке никакого Киева не существовало и то что там отмечают 2000 век это все уже не вызывает ничего кроме смеха потому что Выжгород пригород современного Киева он есть на всех картах а Киева нет разве так можно чтобы слона не заметили очевидно что Киев был чем-то иным если он был то тоже у нас происходит из Виленди Тире Феллен не было его на картах ничего с этим не проделать но карты эти очень интересные на них можно найти другие вещи например здесь очень не очень хорошо видно но поверьте просто на слово здесь расположена крепость или замок который называется Санта Бригитта это очень интересно почему потому что один из основных самых узнаваемых символов города Таллина является церковь ордена Святой Бригитты вот интересно каким образом эта церковь оказалась в Таллине потому что изначально Таллина здесь Нарва здесь а это получается что у нас где-то примерно район современного города Кохтлоярны чего-то мы не знаем о древней географии и самое потрясающее открытие оказывается это замок Санта Бригитта стоит на входе в реку для нас безымянную сегодня потому что она здесь на этом участке никак не обозначена запирает вход в эту реку со стороны Балтийского моря теперь вопрос чем отличается замок от замка русский язык он потрясающий мы думали думали ну почему почему оказывается это вовсе не аммонимы как нам вот кажется слова звучащие одинаково но имеющие разный смысл вовсе не являются таковыми в случае замка и замка потому что замок именно потому и названо что замок замок ставили в таком месте где он запирал какое-то пространство где он работал вот воротами вот это и есть замок и вот санта-бригитта замок в реку которая выходила знаете это озеро большой Иван или великий Иван это опять коллизия русского языка я с этим уже просто устал бороться когда мне нельзя говорить там Великая Россия почему нельзя Великая Россия или Великая Русь это не значит что это выдающееся я в своей книге о Тартарии очень уделил прямо очень ярко сконцентрировал внимание читателя на том почему страна названа Великой Тартари не потому что она такая выдающаяся не какая-то особая нация потому что в русском языке слово Великий употреблялось значение Большой именно поэтому Великая Россия просто Большая Россия а Малая Россия Маленькая и все это неуничижительное название как думают некоторые наши небрази не брать вот так вот Великий Иван вероятно всего это озеро было названо в честь того самого персонажа которого славили в Москве во все времена у нас колокольня Ивана Великого совершенно верно все говорят а кто такой Иван Великий кто-то говорит Иван Грозный да нет Иван Грозный историки правят это Иван Третий его прозвище был Иван Великий говорю вам чепуха потому что еще задолго до Ивана Третьего по моему уже появились легенды про Ивана Великого именно Ивана Великого и колокол царь колокол который в Кремле он не царь колокол он Иван колокол и пушка изначально не царь пушка а Иван пушка и колокольня тоже Ивана Великого то есть это все реликвии доставшиеся нам от кого от кого у меня есть только одна версия что скорее всего речь идет о том человеке который известен нам в истории как Иван Пресвитер это первый царь всей Великой Третьего вот это этот персонаж очень как раз подходит на роль того самого Ивана Великого ну ладно это уже отдельная тема главное что озеро Большой Иван или Иван Великий из него истекают две реки великие русские реки одна из них Волга Ра которая пошла далее в Каспин а вторая река называется Днепр по-нашему по-современному Днепр а вот так и есть эта река идет через Смоленск смотрите дальше смотрите внимательно эта река отделяет Европу от Азии одним плашным непрерывным потоком никаких Волоков никаких порогов ничего там не было это и был тот самый путь зворяк в Греки у меня другой версии просто нет хотя я очень доверяю трудам Фоменко который убедительно доказывает что настоящий путь зворяк в Греки шел через Волгу через Ярославль нынешний который был подлинным Новгородным великим но тут нестыковка у нас никак не получается перевалить северные углы которые протянулись от Тверми до Балки до Белого моря а даже в Махавкарате говорится о Гаремеру или в греческих источниках легендах говорится о Кипербореи где часть рек течет на север часть рек течет на юг и это точно подпадает именно под определение как раз северных уголов где часть рек идет на юг в том числе и Волга с Камой а часть на север как северная длина так вот этот путь непреодолим был именно из-за северных уголов поэтому единственным на мой взгляд достоверным предположением реальным которое может приоткрыть тайну того где был путь из-за реки именно эта карта вот Артелиус четко показал путь из-за реки река Днепр попадает в черный море запросто можно было бы попасть в Балтику и этот проход запирали целая серия замков один из этих замков был как раз Выжгород на берегу Днепра где сейчас Киев рядом еще целый ряд замков здесь у нас было которые сегодня вполне идентифицируются и Санта-Дрегита это очень очень важный момент Андрей там где начинается Волга оттуда как раз озеро Селигер озеро Волгу да 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 Селигер там просто рядом да ну это группа озер вот они вот в принципе питают две основных реки Днепр и Волг Волга она сначала как бы идет на восток где сливается скамы и собственно дальше уже течет Волга-Ра потому что до слияния скамы это конечно ручей вот что Волгу в Твери переезжаешь она там можно это проморгать ну глаза зажмуривал открыл глаза ты уже на другой стороне Волга ну а кто бывал на Волге там где-нибудь в Симбирске вот в Волгограде вот там Волга А Великие Луки никак не отмечены здесь? нет какой-то аналог нет Великие Луки появляются чуть позже на картах 16 века я встречал Великие Луки но в основном они уже на 17 век 17-18 там уже безговорочно Великие Луки идентифицируются или правильно сказать локализуются потому что это научная терминология мы не будем менять это локализация называется вот более поздняя карта Ливонского ордена то есть Ливония собственно это вот как раз столица в Риге часть Латвии и часть Эстонии вот она относится к Ливонскому ордену здесь уже появляется то озеро которого нет на более разных картах это Псковское озеро Псковско-Чутскле его на более старых картах не существует то есть оно видимо появилось недавно и вот эта вот цепь озер ледникового происхождения вероятнее всего это остатки от бывшего русла реки которая разделяла как раз Азию от Европы это и есть тот самый Путин-воряк в реке только уже в сегодняшнем исполнении когда вода ушла реки обмелели и на русле той реки осталась цепь озер и балу и кстати говоря все основные крепости опять же замки они находятся в тех местах где раньше была вода если у нас Санта-Бригита прямо на берегу Балтики Нарва тоже когда-то была на берегу Балтики морская крепость это сейчас все признают она вдруг оказалась далеко-далеко от моря чуть ли не посредине между Чудским озером и Балтикой финским заливом так вот интересно ага вот еще что хотел сказать что Петербург на этой карте здесь опять не видно а или на следующей карте Петербург знаете как назван он назван Карелоборг представляете то есть там Карелия а на месте Петербурга обозначен город в 16 веке Карелоборг то есть был город был конечно там по многим факторам видно что мы больше чем довести да так вот этот Карелеборг он на латыни написан а у нас ведь всем известно что буква С или С она местами читается как К а местами как С у нас две школы чтения латыни изучения латинского языка Леградская и Московская одни говорят что правильно говорит Кикерон а другие говорят что правильно Цицерон вот если мы говорим о Карелеборге то получаешь Целебрад 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 по месту впадения притока реки в основную реку течет река волга в нее впадает самарка на слиянии город строят появляется город самара течет река великая в нее впадает река плескава на слиянии этих рек появляется город который носит название плескав и здесь такая же история получается у нас от перму река течет а вот на предыдущей фотографии здесь это уже будет более позднее сейчас покажу предыдущую карту она вообще на мой взгляд просто великолепнейшая почему потому что вот пермусский залив и перму находится не совсем в том месте где он сейчас но самое то главное река пермова да ярко вот она вот она течет вот она здесь впадает река фила и на слиянии филы и перновой получается поставили город это еще один замок это замок потому что эта река здесь четко обозначена она идет через озеро которое в окрестностях современной вилландии сохранилась до сих пор потом попадает в реку эмаиди которая протекает через тарпу она уже впадает псковское озеро и получается у нас прямой путь из балтики через вилландии через тарпу псковское озеро и далее псков по великой вниз опять вот он путь из варягу греки знаете на той карте на предыдущие очень хорошо читается город витебск вот потому что в то время еще не научились картографы точному измерениям по то есть шарту определять умели очень четко поэтому с севера на юг расстояния были точно а запада на восток проблемы видимо артелиус пишал подписал свои карты со слов путешественников когда говорили что два дня пути туда-то там на восход солнца три дня пути вот таким образом ориентируется с каких-то там зарисовывал картинок каких-то как путешественники сами рисовали с них стали такую карту почему витебск оказался очень близко к балтийскому морю вот я думаю что это именно по той проблеме то что тут таких ошибок достаточно много но читается четко витебский то есть мы вполне можем доверять этой карте хотя есть один момент ориентация север-юг нарушен нарушен таким образом что мне пришлось над этим поработать хотя в принципе честно скажу я этого ожидал потому что уже не раз с этим сталкивался я знаю в чем причина может быть наверное не секрет ни для кого что раньше северный полюс был у нас греланди потому что вся ориентация древних допотопных сооружений она указывает не на современный северный полюс она греланди ну не будем сейчас гадать было это с тем что ось вращения земли была иная или все-таки люди просто ориентируясь другой чем-то руководство другими какими понятиями как допустим мусульмане они же ориентируются на мекку и вообще без разницы где север-юг главное где мекка вот они туда ориентировали наши предки вполне могли знать что северный полюс там но карты ориентировали на гренландию что-то там греландии могло быть но не исключаю возможность все-таки ось вращения земли имела другой наклон северный полюс реально северный полюс был на 18-25 градусов западнее сегодняшнего местоположения как раз в районе греландии ну вот то есть моя реконструкция она очень четко просматривается это спутниковый снимок ясно что гугл очень четко видит то есть не надо быть силипиаде во лбу чтобы видеть то чего историки не видят это судоходный канал то есть не просто причем эта возвышенность вот это вот она виде сопки то есть вот чтобы вот это создать где сейчас озеро виленде находится природе как-то надо было очень сильно постараться у меня возникает ощущение что рукотворно да это звучит сейчас смешно конечно тем не менее я такое видел в крыму где тоже очень серьезные сомнения возникает то что это природное образование потому что вода она имеет одно очень такое характерное свойство она всегда ищет путь там где легче а как человек она ищет где обойти а никогда не попрется в гору для того чтобы вода вода текла посреди горы нужно либо прокопать канал ну либо там должна возникнуть трещина в данном случае нет сейсмической активности в этом регионе есть плита которая вообще не практически не подвержена никаким воздействием тектоническим вот предполагать что это последствия какого-то землетрясения тоже сложно поэтому не списываются счетов верфи рукотворности этого канала тем более что когда балтика резко вдруг начала отходить когда замок санта-бредитта потерял свою роль он вдруг оказался ненужным потому что исчез водный путь и здесь люди здраво рассудили ха им то плохо а нам то только хорошо у нас то есть возможность наладить сообщение то здесь и вот тогда пернов и фелин стали ключевыми крепостями все всегда логично если историки что-то объясняют нелогичное и какие-то объяснения мутные там предоставляют значит все это вранье потому что в жизни так не бывает в жизни все диктует здравый смысл и в первую очередь экономический смысл если где-то кто-то что-то совершил то нужно искать мотивацию мотивации человека их несколько основных кто-то считает что главное является там гордыня кто-то там говорит что любовь там сколько у нас легенд есть из-за того что войны происходили там из-за святой или из-за красавицы елены вот я допускаю да елена не все такие ну а все-таки по большей части все конфликты они всегда происходят из-за столкновения экономических интересов если где-то вдруг появляется богатый город значит для этого нужно что богатство для этого нужно это же элементарно не требует никаких доказательств город возникает только в том месте где для этого существуют предпосылки какие ну например богатые залежи руды и угля сразу на этом месте возникает завод где плавит железо туда начинают стекаться деньги город растет становится промышленный центр это же очевидно очевидно если речь идет о торговле опять все вопросы упираются в логистику там где есть торговый путь где ходят много караванов где купцы возят богатые товары и готовы платить за провоз этого товара там неизбежно будет таможня таможня это двигатель как раз торговли и не только торговли вот почему я считаю что крепость город могли возникать только там где для этого есть экономические предпосылки сегодня здесь мы видим только остатки русла и цепь озер ручьи небольшие корабли больше не ходят они перестали ходить и что произошло правильно произошла стагнация и упадок до 16 века путь был по другому месту он проходил вот по той реке которая шла через санту-бригид современный кухлояр потом произошли изменения в географии речка обмелела балтика отступила там уже не пройти на юг соответственно в пиарную ребята подсуетились и перехватили лидерство весь поток денег торговых потек в другое место и уже на новом месте санта-бригидта зачахла начал развиваться вилленте начал развиваться пиарма в это же период в этот же период судя по археологии о которой я сам начал говорил это как раз 15-16 лет начинается расцвет всех сегодняшних монастырей террой крепостей это уникальное явление вообще мировое никто нигде подобного никогда не наблюдал у нас нет на кубани монастырей крепостей и на кавказе их нет и нигде их нет только на северо-западе но в каждой деревне получается замок крепость которым сейчас храмы и монахи молятся с чего вдруг откуда такая традиция все становится на свои места если понимать что для их возникновения этих самых крепостей были предпосылки когда там была налаженная логистика тогда появлялись крепости крепости появлялись не как фортиции там военного назначения крепости они все по идее возникали в совершенно ином качестве как человек их использовал уже впоследствии это уже другой вопрос у нас масса примеров сегодня воинские части расформировались на их местах чего возникает торговые центры какое-то производство чего угодно когда возникнет ситуация что снова потребуется много военных военные вернутся туда потеснят торговцев и снова там будет воинская часть примерно такая же история с этим военные ушли ну как военные это не совсем военные а скорее полицейские это банковский сей ячейка в которой аккумулируется огромное количество золота серебра от торговли которых ведь это же территория ганзы ганзейский союз который имел совершенно другие границы не такие как сейчас на картах нам рисуют потому что политики могут рисовать все что угодно а людям совершенно наплевать на эти все черточки эти цвета раскрашенные на карте у них другие понятия другие интересы у них что торговля работает и она на всем протяжении на всей балтике поэтому и киль и гамбург на южный балтике на южной германии они были точными замками такими же точными крепостями как современный псков печоры изборск вилленди тартут крепости там орешек гдов порхов это была территория ганзы ганза это основная единица которая извлекала доход из торговли между востоком и западом все просто как только случилось очередное событие речка фила вообще высохла мы теперь устали гадать а почему он филинг да вот почему потому что речка фила называлась вот на этой карте она это просто карта лифлянской губернии составила российской империи где уже сформировались практически все современные города которые есть по сей день они уже на своих местах и называются в общем то так практически но вот и понятно что это российская империя тут еще так называется диркты а вот рельефная карта истории которая как раз подтверждает все выводы сделанные ранее пожалуйста понижение это место вот оно полностью вот оно есть выход в озеро хорошо видно да 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 на вот и скажу больше даже чуть-чуть говорить я просто покажу это вид озеро это виленди замк с возручной сей те кто бывал когда-нибудь в изборске попадая сюда в обморок падают они не понимают где находятся и живут потому что местность абсолютно и это совершенно не случайно потому что эта низина когда-то была заполнена водой речка плескалась у подножия самого замка корабли приставали прямо к самому замку и замок этот не был никаким военным сооружением это была часть инфраструктуры это были портовые сооружения окрестностей виленди это озеро длинное которое когда стоишь даже трудно понять что это на берегу озера такое ощущение будто бы это река она и была рекой что собственно уже доказательствах и не нуждается я попробовал сделать реконструкцию того как было до того как ферлин стал замк запирающим проход из варяг в реке и у меня получилось как раз вот эта река которая из санта бригитты текла в из балтики черный море все укладывается в эту схему и псковское озеро появилось на месте этой самой реки когда перестал переток из балтики на юг все это разобщилось раздробилось и ныне существует в виде озер и болот какая-то часть местности была затопленная ну оказалось затопленная на берегу стали сидеться люди но русло этой портовики оно очень хорошо прослеживается и понятно зачем псков появился это не какая-то крепость с кем воевать вот это вильниде никто не не будет у себя в тылу строить крепости с кем воевать против кого воевать от кого обороняться да не от кого единственное его назначение это вот назначение чисто банковской е потому что каждый монастырь каждая крепость такая вот каждый замок это было отделение банка и эта система это порождение ордена темплиеров а не меченосцев именно темплиеры начали развивать первую финансовую систему которая заработала в гонзейском союзе сейчас мало кто понимает для чего это нужно было для того чтобы люди путешествующие купцы не таскали с собой мешки с золотом они прибыли в какую-то крепость оставили нам мешочек с золотом им дали расписку векс дальше он едет с этой бумажкой грабители прибегают а ну отдай золото он говорит да на забирай бумажку потому что никто кроме него самого не сможет получить в другом монастыре ну это же сейчас монастыри раньше что это не было монастырями он приезжает туда показывает расписку сам а вот ну на тебе пожалуйста вот ты допустим коклояры отдал там 10 золотых приехал псков приходишь с векселем в такой же замок мне вот 10 золотых они ладно мы удерживаем себе один а 9 выдаем по векселю так появилась банковская система которая действует по нынешний день практически без изменений технологии меняются а суть остается та же самая но что здесь не так направление течения реки не так потому что оно почти сейчас стало строгое северо-юг а раньше это было вот под определенным градусом под каким я взял в общем-то произвольно так на 20 градусов и наклонил вот ответ на вопрос вот ответ на вопрос вот она река она совпадает то есть реально это карта здесь артериус она до потопа и после того когда потоп произошел мир изменился изменился северный полюс направление на северный полюс поэтому карты теперь рисуют по-другому также рисуют на северный полюс но поскольку северный полюс в другом месте и вот это вот отклонение произошло в разных местах от 18 до 25 градусов есть то есть находится ответы на большинство вопросов но проблема то у нас в том что никто из историков не хочет даже признавать самого факта какой-то катастрофы какого-то потопа да но мы это своим-то глазами видим что реально 500 лет назад там не могло ничего существовать там были пески дюны песчаные безжизненные травка какая-нибудь пока там был морской путь пока там корабли ходили реально ходили с средиземного моря в балтику деньги текли рекой эти замки жирели и девать некуда было своих денег конечно они представляли для себя определенный интерес для различных там типа меченосцев крестоносцев они конечно хотели прийти ребята открывайте ворота поделитесь косы вот для этого крепость нужна а если мы будем верить историкам что наши крепости строили для того чтобы защищать родину от нас захватчиков мы ни к чему не введем потому что крепость сама по себе как одна крепость ничего себя не представляет враг ее спокойно отходит стороной и идет дальше туда его надо и все а эти мужики которые засели в крепости защитники родины они пускают там себя голодают это вообще да 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 крепость вообще деревянная она имеет какой-то смысл если она представляет из себя эшелонированную оборону в комплексе если система не отдельно стоящих тогда может возникнуть линия фронта если линия фронта нет все крепость вообще никому не нужна да пускай они там сидят в этой крепости хоть там съедят друг друга нам то что мы пойдем туда куда нам надо а где-то пускай остается в тылу поэтому говорить о том что вот это вот крепость я считаю полным абсурдом не было это никакой крепости и ее устройство кстати говоря напрямую об этом говорит это сухие сухие блоки корабль приставая к этой якобы крепости мог войти в док остатки стен сохранили отсюда откачивается вода корабль стоит сухой нищий ремонтируй пожалуйста даже визуально похоже вот на наши каналы где когда идешь на корабле там корабль заходит вот такие же ворота открылись закрыли визуально в Кронштадте они даже действующие сохранились хорошо он не будет так расширить у нас везде везде нет понятно здесь тоже у нас это просто судоходные как бы каналы да а здесь это не канал а вот ты с реки заходишь корабль сюда загнал шлюз закрыл воду откачал ремонтируй судно для ремонта то есть это логистический центр а никакая не крепость потом здесь военные могли быть хоть 300 раз там заходить и уходить но не для войны для того чтобы расквартировать солдат пожалуйста солдаты пускай живут в казармах тренируются стреляют там и так далее это когда уже перестало быть актуально в качестве именно торгового логистического центра вот какая мысль приходит неизбежно это конечно уровень воды очень сильно упал очевидно на извести но перемешку с кирпичной крошкой вот этот камень интересный круглый и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это точно как порт выглядит Корабли зашли, здесь разгрузаемся, загрузаемся Кстати говоря, вполне могло быть и другой стенкой дока Абсолютно, как все крепости Это не крепость, это опять, о чем мы говорили Логистический центр Ты смотришь, эти стены, эти рвы и наклоны Какую оборону вести? Против кого? Почему-то кирпичами ремонтировать Видишь, сколько извести? Тут меньше камней, чем извести Один раствор сплошной И, конечно, скорее всего, это был бут Вон, видишь, какая стенка уродская Мы, кстати, на примере крепости Иеникале Очень хорошо убедились в том, что снимали люди Для своих нужд, для хозяйства Снимали ровно напиленные камни А оставался внутренний бут Здесь мы видим точно то же самое Осталась внутренняя засыпка По сути дела, строительный мусор Которым заполняли пустое пространство Между настоящей стены Из напиленных блоков А стена была снаружи, да? Стена была с обоих сторон То есть с обоих сторон были ряды Ровных, напиленных камней Гранитных А между этими камнями была сделана засыпка Из бута Различного мусора Необработанного камня с известью А потом, когда город строился Люди просто разбирали камни со стен И на фундаменты себе растаскивали Все В Иеникале Просто жителей столько не было, сколько здесь Вот я об этом и говорю И там площадь больше Да, конечно, конечно Уже вполне современная кирпичная А сверху ее начали камнями закладывать Для вязчей убедительности Что это что-то древнее Там арки, да Причем они вон многоярусные И под землю уходят То есть это был 19 век? Да Это, конечно же, 19 век Стенка была высокая И дно оврага было гораздо глубже Там, может быть, даже на лошадях Можно было проезжать Старая качель Да, причем это же командная Да Причем с одной стороны девчонки С другой стороны ребята Да Здесь уже здесь строим Род примерно 10 Дальше Засредотачивается на этот камень один и все, что они запоминают, больше еще ядро А вот известковые плиты в основании никто не видит, конечно Кирпич 19 века, но они склали кирпич, но использовали плиты от чего-то стара Вот эти камни во врагах, вот эти стены, никто объяснить не может, что это такое было И все становится на свои места, если понимать, что это остатки токов Причем они не 12, не 13 века Они, смотрите, тут использовали сверху камни старые, ну видимо уже достраивали, что-то ремонтировали А здесь кирпич вполне современный, ну вы что, ребят, кому вы рассказываете, что это в средневековье В средневековье кирпич не использовали В средневековье строили известняк А теперь вспоминаем, с чего мы начинали, когда я говорю про горное дело Сколько известняк живет? Несколько десятков лет И здесь, в этой крепости Ну, в кавычках, конечно, мы дальше будем говорить крепость Ну, это вот еще опять Это просто иллюстрация этих самых устройств, которые я назвал сухими доками Я думаю, что так оно и есть Это действительно сухие доки Очень удобное расположение Очень Если посчитать, сколько здесь вынутого грунта Здесь будут Если не миллионы То сотни тысяч кубометров Огромная работа Это не просто огромная работа Это ресурсы, которые Может мобилизовать их страну И куда это все делим Это еще вопрос Это вообще абсолютно Инженер какой это спланировал? Да А в Цыпле, где непосредственно будет находиться замок Им так и делают Скорее всего Скорее всего По строительной логистике Да Далеко не повезешь Вот я копаю Далеко не повезешь Да А здесь очень глубоко Но видно, что Предлагаясь спуститься Дно засыпано Метра на два Потому что там стенка кирпичная старая стоит Там хорошо видно, что она засыпана Там арки из-под земли выглядывают То есть ров был значительно глубже еще И вот вопрос Его вручную копали, да? Это Девяносто сантиметров Девяносто сантиметров Это диаметр дуба Который вырос на краю этого рва А если Попытался Призвать на помощь Девяносто сантиметров Ну раз так На краю Растут дубы С дубами у нас все просто Они в принципе растут везде одинаково Большой разницы нет И Обычная формула Она есть Она доступна Что там формула? Два миллиметра в год Все Это средняя скорость роста дуба Девяносто сантиметров Полностью ствол Диаметр Сорок пять Получаем Возраст Девяносто То есть Эти дубы Максимум Пятьсот пятьдесят лет Никак не больше Когда Была крепость И Тогда Получается что Да В середине девятнадцатого века В начале первой половины девятнадцатого века Там действительно Могла квартироваться Какая то воинская часть Потому что В это время Там происходили Всякие Разные события Вот Связанные С перемещением войск И В этом ничего странного нет Ну Брыги Вот Барон Мюнхалович Вы знаете что Барон Мюнхалович Это Не Литературный персонаж А В архивах В наших архивах Министерства Бароны До сих пор Хранятся донесения Барона Иеродима Кон Мюнхаловича Да Карла Иеродима Вот Я читал Его служебные рапорта Написаны На прекрасном Русском языке Литературном Он Умудрялся Служебные донесения Писать с огромным Хорошим Добрым Юмором И поэтому я прекрасно понимаю Почему он Потом стал героем сказок Потому что Когда он Вышел на пенсию В чине капитана Оставил свою роту Другому капитану И Отбыл к себе на родину Приехал на родину И начал там Пивных рассказывать О том как он Служил в Риге И он там много чего Интересного рассказал Я понимаю Когда Он там Писал Своему начальству Ребята Где овес то Что мы овес то За свое жалование покупаем Мы же Лошади Они же не могут Потерпеть Как люди Лошадей надо кормить Мы все Своё жалование Тратим На лошадей А вы что нас Хуже чем лошадей держите Он так писал Своему начальству Молодец Он был смелый Очень остроумный человек Приехал Начал это всё рассказывать Там начнёт Ну ладно Такого быть не может Чтоб за свои жалования Как казенных лошадей кормить Да ну Такого быть не может Вот Откуда появились Вот эти сказки Про барона Мюнхраузера И это кстати говоря Очень хорошо иллюстрирует тот момент Что Не было никаких немцев Они не были для нас иностранцы Они все Вот эти Датчане Немцы То есть люди С фамилиями Которые звучат не по-русски Они не были иностранцами Они служили нашей армии Они были нашими гражданами Налоги платили Все как положено Официально Якобы Германия не была В составе Российской империи Ну и что Германии то никакой не было Были княжества и графства Было Княжество Гольштинское Хольстон пиво знаете Ну вот Хольстон оно и есть Гольштейн А Пётр как раз Он из этой семьи Гольштинских князей Вот И В титуле наших Императоров Царей Батюши Почитайте Внимательно Кем они владеют Ну там Царь Всея Руси Что такое Всея Руси Ошибочно Люди думают Что всея Руси Это значит Всея Руси Не все Руси А всея Руси Это значит Всех Русей Потому что их много было Была Белая Руси Была Большая Руси Была Малая Руси А еще Какие-то времена Была Черная Руси Была Синяя Руси Это на самом деле Красная Руси Червоная Руси Червоная Руси Червоная Руси Была кстати говоря Как раз где у нас сегодня Кубань На Дону была Червоная Руси На картах это все есть Но в титулах Наша царевича Червоная Руси Не упоминается нигде Но это не столь важно Потому что они говорили просто Всея Руси Всея всех Руси Вот И князь там Княжества Гольштинского Герцог Монако Государь Лихтенштейн Они были государями во всей Европе Не было никакой независимой Европы До тех пор пока не рухнула Российская империя Вернее чуть раньше С появлением Германской империи Австро-Ленгерской империи Как-то они поделились полномочия И вроде как договорились Что друг другу налоги не платят А взаимозачеты какие-то делают Ну это уже другая история А что касается этого чудесного замка Он очень красивый Он прекрасный Он великолепный Туристы приезжают Что здорово Что здорово Что здорово Вот это здорово Гуд какой-то вообще непонятный Да Да С точки зрения строительных технологий Вообще Накидали с цементом камни Молодец Это Вот Камни накиданные Они не могут быть никаким сооружением Не могут быть стеной Почему? Да потому что Сама стена разобрана Стены были Изаблицованного Камня Пиленного Вот Два ряда Между ними Производилась загутовка Просто необработанные камни Скидывали И заполняли Между двумя стенами Простенок Заполняли Известью И вот этими камнями Камни разворовали Осталась вот эта крепость Вот эта Забутовка осталась Стоять Теперь Историк говорит Ух Видите Тут же камней нету Напиленных Сложный бог знает из чего А это значит что это Седая древность А это не седая древность Это реально Это разворованный Просто Военный объект Или не военный Все украдено до нас Да Всегда древность Мы были на армии Да На полигональной Кладке Да С одной стороны Стена На борьбек не похоже Кладка С другой стороны Кладка А внутри там Забутовка идет Здоровый волонник А здесь еще Когда подходишь Начинаешь смотреть А тут В 13 веке Ну каком там 14 или 15 Или даже 16 Кирпич Кирпич Торчит И цемент Запомните молодые люди У нас до 17 века Никакого кирпича не было Была Плинфа Плинфа Это вот Примерно такой формы Пластинки Глиняные Часто даже не обожжали Просто высушили Только побольше размеров Вот Их Начали использовать 15 Плинфа Плинфа была разная От 50 на 50 От 54 до 15 на 15 Вот Здравый голос Как раз Реставраторы Профессионалы Поэтому Слушайте Что говорит Андрей Это так и есть Если вы видите Что-то построенное Из белого камня Значит это То что относится К домогольскому периоду Если Видите Плинфу Значит это чуть позже Это уже там 15-16-17 А потом Появляется кирпич То есть в этом сооружении кирпича быть принципа не должно, но он тут есть. Поэтому очевидно, что люди выдают желаемое за действительное, они хотят, чтобы это было так. А сам город построен из этих вот камней. Откуда они взялись, да понятно откуда. Когда крепость перестала существовать, стала бесхозной, когда завод становится бесхозным, вот тут же растаст. Я сам видел таких объектов тысячи. У нас ни одно здание не может простоять больше двух десятков лет, если у него нет хозяина. Это закон. Вот как не стало хозяина у этого объекта, и не стало самого объекта, тут же его растащили и построили город рядом с ним. На хозяйственную нужную. И, кстати, греками, обратите внимание, древний греческий с русскими выпилами. Ну да, 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 он по краям. Ну, это просто песня. Это просто сказка. Знаете, я когда это видел, я плакал, я рыдал и смеялся. Потому что такого развода туристов я еще не геню. Такого наглого, такого быстренького. Туристический объект? Это вход, вот ворота этой крепости. Ну надо же людям показать, что это крепость. Что она когда-то воевала. Они взяли круглые камни сюда. Замуровали цементом. Да именно цементом. Муровали. Ну это видно, вот что. Просто камень, круглые камни. Муровали и говорят, что вот, ядро. Войска, войска шведского короля, Адольфа, они тут штурмовали крепость. Ну вот отважные эстонские войны отбили нападение. А осталось вот, ядро пушки прилетело. Ребята, вы что? Ядро разлетело. Во-первых, от удара трещина. Вообще, когда кирпичи использовались, каменных ядер уже не было. Да, ну это так. Рядом с этим камнем, на камне, на плоском камне, есть отпечаток руки эстонского реликана. Сейчас туристы приходят, прикладывают. А, главный аттракцион в том, чтобы найти этот отпечаток, он очень неявный. Нужно знать, где он есть. Приложить сюда руку, загадать желание. Я загадал, оно сбылось, мы собрались. Я вам об этом рассказываю. Андрей, оно бы так сбылось. Вот. Ну то есть, люди приходят туда, им показывают ядро, показывают эту руку, которая желание исполняет. У человека шторки падают, он больше ничего вокруг не видит. Он верит всему, что ему скажут уже про крепость, про войны и так далее. Мостовые жернова попадаются, которые коней, ну, тут вообще даже комментировать, я считаю. Ну, это вообще песня. Потому что каждой крепость обязательно должно быть сооружение высотой со спортзал. Это обязательно, чтобы враг мог успешнее целиться и расстреливать эту крепость. Конечно, это никакая и никакая. Об этом вообще. Здесь сверху кирпич клади уже в 80-х годах. Это уже, когда я уже взрослым был. Вот. Этот кирпич чуть постарше, этот еще чуть постарше. Но самое главное, конечно, в основании, там, где грубый камень не обработанный, включаются вот эти. А вот этот же тот самый известняк. Ну да, вот он, ракуши. Вот он, да. Тут и ракуши видны, но вы видите его эрозию. Эрозия сильная. Вода вымыл из него весь кальций, собственно, мел. Остались только вот твердые включения, из которых как раз известняк состоит вот именно такой наш, северный известняк. Что у них очень много ракушек. Вот. Он и простоял больше 100 лет. Хотя, по идее, обычный известняк, он крошится вообще в лед. И я тоже этого видел достаточно много. Тот же самый сборск. Он сегодня выглядит как крепость. Но я помню те времена, когда только часть стен была видна. Ну, можно было угадать, что это стены. А все остальное, это представляло из себя такие холмики длинные, насыпанные, такие гребеночки. Из такого пачкающегося светлого порошка. Ну, потому что когда-то это были прилитыми, они полностью разложились, осыпались, превратились в кучки. Если вы сейчас приедете в Псков, пойдете по городу гулять, не в крепость, не в сам Кремль, а по городу, по Пскову, вы будете тут и там встречать остатки стен из этого известняка. Вы даже не поймете сразу, что это стены. Потому что это выглядит просто как холмики насыпанные такие продольные. А это были стены. Причем они были стенами еще недавно. Еще до революции там камни угадывались, видны были. Сейчас их нет. Потому что известняк, согласно замечательному нашему гениальному итальянскому ученому, который все-таки этому всему миру это показал, правда не весь мир это видит, но он показал, он не живет долго, даже гранит долго не живет. Какой известняк он, о чем речь? Ну, на территории достаточно много таких объектов, где никогда раскопок не производилось практически, но какие-то работы проводятся. И они позволяют сделать вывод, что достаточно большая территория замка засыпана оказалась. Каким-то образом, потому что вот эти вот яково подвальные помещения, видно, что они разделены на очень правильные прямоугольники, ну, помещения прямоугольной формы, и у них в землю уходят проемы оконные. Такого же быть не может. Если это просто подвалы, фундаменты, никто бы не стал делать проемы оконные. А тут окна были. Значит, это все засыпано. И что там было засыпано, уже другой вопрос. Самая главная конфигурация. Таким образом могли строить только складские помещения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, это как теория, как говоришь, если бы тут сквозь идти и третий раз. Смотреть. Смотреть. Раскопок здесь не производилось, как я понимаю. А тут кирпич пережженый вообще. Мне кажется, что были деньги и строили сами. Смотри, вот современный заводской кирпич напихали под старый опереженный. Смотреть. О, жермо. Ну, может быть, да. Смотри, куда-то. Смотри, куда-то. Смотри, куда-то. Смотри, куда-то. Кирпич. Кирпич. Рожащие. 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 Вот они, современный кирпич, каменные ядра вставляют. А здесь советским кирпичом облицовывают старинную стенку. В 83-м году вроде как законсервировали эту стенку. Из-за этого здесь и советские кирпичи. Представь себе, сейчас колодец зарыто все полностью. Но здесь гора такая. Если бы вода не была выше, представь себе, кто идет, будет рыть колодец здесь на горе. Где нужно копать 50 метров. Больше чем? Ну, 50 метров до горизонта. А потом еще дальше. Да. А вот опять. Вот это красота. Ракушки остались видны. А мелкий кальций вымыт водой. Ракушки отдыхают. Ракушки отдыхают. Ракушки отдыхают. Ахахаху. Ракушки отдыхают. А Klsideк. Завод напилим, гранит на плите. Похоже раскопки у нас, тоже 19 век. Интересно, что оконные проемы тут под землю смотрят. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Арва любезно подсказал, что это аттракцион для дыроков. Там рассказывают, что был парец за свободу эстонцев. Его арестовали и затащили здесь, в этом подвале. Он просто взял и вырыл себе подкоп и выкопался отсюда. Вот это подкоп. Это я знаю откуда сюжет. Это сюжет из книжки Стивена Кинга «Побег из Шоушенко». Тут понятно, тут хорошо видно, что доложили. И место побега видели. Сложено буквально вчера. Это тоже видно. Девушки, вы втроем с какой целью здесь собрались? Ну, посмотреть, что старые или не старые. Ну и что вы думаете по этому поводу? Ну, можете. Почему? Уже так. Сеерой. Сурки там. Уже 10 лет. Уже 20 лет. Уже 20 лет. Девушки были связаны. И они абсолютно в течение нескольких 10 лет не ржавели. Как фрезеровка, да? Да. Рига была мировым центром машиностроения вообще. Волшебно. Танцующий мост. Волшебно. Танцующий мост. Ага. Волшебно было как полтавление. Он был ещеodo surport. Да. Мы на Урале видели огромное количество станков, машин, деталей отблитых именно Вриги. В Риге столько было заводов, которые делали оборудование всякое, машины Солбики все идентичные Это искусственный камень, литье А лестница, похоже, что нет Лестница напилена Напилена Так же напилена, как и вот эти вот блоки фундамента Их осталось всего несколько штук Вот так, в первозданном виде, с рустиком Вот, и то видно, что они... Рустик? Рустик Вот это, да, вот эта фрезеровка Это рустик называется Вот, а тут уже переложено все Замазано, перемазано Вот, Андрей правильно говорит, что Когда крепость разбирали, гранит Камни гранитные из крепости Пилили и вот сюда и складывали Вот они, вот гранит от крепости А нам показывают то, что было засыпано между стенами из этих камневых блоков Забутовку показывают И говорят, что это древняя-древняя стена А это все строилось в одно время И крепости, вот эти здания практически Нет, крепость-то была раньше, но они просто ее использовали Да, да, да Нет, ну, это не разные цивилизации Вот что это Вон в водостойке, видишь Вон в водостойке, видишь В границе Я считаю, что я все-таки в этом вопросе прав Это был морской пор В котором Производили ремонт судов Разгрузка, перегрузка товаров Хранение их И взимание таможенных пошлых Вот чем это было Сегодня Эстонцы придумали Очень много мифов и легенд Которые обожают туристы Они приезжают, смотрят и говорят Вот этот каземат В котором находился Национальный эстонский герой Вилли Этот Вилли боролся за независимость Эстонии с врагами Они его замуровали, посадили И он должен был сгнить в этой яме Но Он отважно выкопал подкоп Через этот подкоп выбрался там какой-то деревник Который 25 километров Он 25 километров прокопал Маяк Спасся И поэтому он герой Вы понимаете сам смысл У них героизмом называется То, что человек сбежал Туристы смотрят и говорят А, да, 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 да Вот это да Надо же какой он подкоп сделать Вы посмотрите на вот это Это Просто без слез невозможно на это смотреть То есть Человек разобрал кладку И 25 километров вот такой тоннельчик там копал Зубами Самое смешное, что у туристов У них в общем-то даже не возникает особых вопросов Потому что все привыкли слушать экскурсовода И раз экскурсовод говорит, значит Он прав Уже историк Ну так люди думают И он говорит заученный текст Там главное Хорошую память Заучить текст, который тебе дали И они вот это все рассказывают Они зачастую сами верят в то, что рассказывают Но Правды в этом практически никакой нет Правду Старайтесь искать все-таки Вот На основании того, что я вам говорю И если вы видите книгу Вы Можете Убедиться в том, что это книга Вы можете ее пощупать И чтобы вам не говорили, что это допустим Да Вы поймете, что это не ноутбук Это книга Потому что у вас есть все Возможности для того, чтобы Объективно оценить это и понять, что это Такие же инструменты для познания У нас есть реальности Для того, чтобы понять, когда вам Пытаются промыть мозги И заставить верить в то, чего не могло в принципе существовать Вообще По законам физики Не могло этого быть Вот И все На этой Радостной, светлой ноте Я благодарю вас всех за то, что вы пришли Поддержали Я очень рад, что могу делиться с вами Буду дальше это делать Двадцать первого числа Собираемся здесь И я вам расскажу Следующий Про следующий замок Это замок Тарк Андрей, а у нас вот крепость И вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...